Что, подъемленные смотрят? Потеряли руководство? Потеряли, да. Утром пришел сегодня. Владимира Юрьевича Галендухина нет. И где? Они еще вчера, наверное, были. Ну мне вчера никто слова о вас не сказал. Я помолился. Я говорю, они вчера уже потеряли, наверное. Никто не сказал. Сейчас прихожу, на молитву нет. В 4.40 сегодня, раньше ребятишки прибежали. Было ему плохо. Что-то там какая-то краснота. Расскажи, когда тебе стало плохо? Испуганный Володя, посмотри. С самого начала. Поверните, когда говорю. Веди на него. Вид его. Да вот этот вот этап. Посмотри. Так, коротко расскажи, что с тобой случилось? Когда началось? Как ты почувствовал, что пара помирать тебе? После того, как вы приехали с Милдор. Что у тебя было? Ну, головокружение, слабость. Громче говорит. Головокружение, слабость. Еще это болезнь, что ли? Головокружение. Ну, плохо стало. Клони это. Земля крутится. Не болеет жена от этого? Ну, у меня было несколько раз. Я падал в оморок. Стал и упал. Это вот ваша высота. Вы маленькие были, как Володя. Вот он ходит нормально. А высокий у нас в церкви стоит парень. Как в складешок. Сохранился и грохнулся. Ну, я подозреваю, что это перегрев от солнца. Ну, это только подозрение. Подозрение. У меня как давление. Так, а я сейчас не спрашиваю, чтобы женщины тут заслевали. Еще это такое. Думали, как угадают, успевай повернуть и гляну. Тут застыл. Не стоит Грушкова. Полтора часа снимал, оказано, направил. Не смотрит, мотив свой снимал. Больше ничего нету. Рекламу какую дал. Дети знали, что вы заболели? Нет. Не знали. Теперь, вы пошли вечером где-то в десятом часу, говорите, переехали, да? Еще вы... Сначала к матушке пошли. К матушке. Потому что у меня здесь укус от кого-то, какого-то насекомого был. И оно стало расходиться, вот это пятно красное. Понятно. И вы пошли за мазью. Так, почему не позвонили врачу нашему, Виктору Андреевичу? Ну, вот это потом Володя только сказал. Потом, вот почему вы мне рядом, я живу, не сказали? Ну, Володя... По порядку все это. Дальше. Один из вариантов такой, что вы заболели круто. И вам уезжать завтра, а завтра вы уже не уедете. Вы лежите в больнице. Одних детей не отправили. Что дальше делать? Нету ничего. Дальше. Вы, не вставаясь в постели, умерли. И что мы должны жить с этой дубиной делать теперь? Пришел лежать на вытяжку, ноги вытял. Какой у вас рост? Метр восемьдесят девять. Метр восемьдесят девять. Под клинь-то накосишь. А то нет. Не пойдет так. Я говорю, что лежишь? А вот пошел Ирина вам уже укольчик дала? Да. А от чего? От аллергии. Аллергитерекция. Не знаю, не врач. Запомни. Твою маму усыпили? Поверни. Вызали врача. Усыпили, навсегда. А теперь по нашей вине мама умерла. Ко мне врача бей. У меня нога встал, не могу встать-то. Врача вызвали. Приехала. А там работают неполноценные врачи на вызове. О которых ординатор называют. Работать отдельно врачом не разрешают. После института, вот у нас здесь Василий. Он говорит, вот на вызову пока. Пока руку набьет, он 2-3 года. И что получается? Укол? Я говорю, нет. Чего? Зачем добавить укол? Вы скажите, что есть конкретно? Могли наступать на ногу или нет? Ну давайте мы в больницу увезем. А ночью? Я говорю, а ночью оттуда как я? Ну как-нибудь так не пойдет. Вы чтоб домой меня привезли. Нету, тогда до свидания. Начинаете снимать врачей. Они боятся этой съемки-то? Их как ветром выбило. Все. Вы на бумажке-то где-то написали все телефоны. Кому позвонить? Что с детьми делать? У меня есть там список. Список есть там все это. Где там? У меня в рюкзаке. Ну они-то не знают. Где будут искать-то? У меня там есть. У меня там... У меня записано. Дальше-то что? Допустим, ты умер. Где тебя хоронить? Дети домой везти? Не знаю. Не знаю. От этого многое зависит. Рядом тут бесплатно все. Напиши. Завещание. Хоронить потеряевки тут бесплатно. Тут совершают литий. Все. Батюшка молится. Тут замечательно. Ради этого стоит потеряевку ехать. Да. Сейчас я ему и говорю. Ты еще раз легся-то. Как пласт, как пишет Пастернак. Ну, лежишь. Да не знаю. Да ты лежишь-то горизонтально. У тебя вся кровь-то давит сейчас на голову. А у меня окружение. Так ухватись за что-то. И главное, уже все. Сейчас я ему говорю. Я тебя сейчас подниму. Встань спящий. Воскресся измертый. Просветит тебя, Христос. Хватит валяться. Вставай. Лежит под одеялом. Теплым одеялом. Температуру нагоняет еще. От работы прячется. Не пойдет. Под теплым одеялом. Я ложусь спать. У меня одеяла все сброшены. Совершенно лежу. Майка, трусы. Еще нет. Что-то вы распустили себя так. Поднялся. Смотри, какие орды сидят. Бросил их. Руководитель. Значит, укол ставит. Не зная болезни. И не зная от чего. Это. Согласитесь, что любой врач скажет. Преступление. Хорошую женщину подставили под себя. Гнилой мужик. Тоже мне. А я прихожу. На меня тут напустили. Страху. Так. Сейчас поедаем. И все вместе уезжаем туда. Надеваем большую вот шляпу. У меня же властей не лежит. Там вот такая вот шляпа. На улице догнивает под дождем. Ее можно надеть. Никакой у вас... Все мы там будем сегодня сейчас займемся. Быстренько. Я его пущу. Зарядим его. И все. А я рядом нахожусь. Согласен на такой вариант или нет? И ребятишек возьми. Или тебе охота уже прописать в больные? Не знаю, как получится. Если больной, ты не работал. Есть тебе не надо. Это первое. Да, да, да. Даши никаких фильмов, никаких путешествий, игрок. Ничего этого не будет. Нет. Лежи в бомбе. Нет, лежать-то я не буду. Я тебе кубик, рубик дадим, ты будешь, крути его сидим. До поселенения в овощах. Неправильно болеете. Надо учиться болеть. У нас ролики с Сергеем. Вот, болеть надо научиться. У пенсионеров всегда встречается, а какая пенсия, а чем болеешь. Это два главных вопроса. А с кем живешь? Во-первых, пенсия маленькая, заранее знаете. Из больницы не вылажут. У меня моча не отходит, говорит. А ему спрашивают. Ну а как? Он показывает, ему повезет. А вот кобура сбоку тебе, блядь. Был глистонером, кобура была. Сейчас это куда моча капает. Ничего этого не надо. Надо барабаться. Смерть приходит и ищет лежащих. А ты вот он где, при самом входе лежишь. Она тебе за треножник-то этот и поднимет резубец. Меня спрашивают, когда пенсионеры моего возраста, а с чем болеешь? Я говорю, а что это такое? Наша мама всегда говорила, говорят, сердце болит. А в какой стороне груди оно находится? В 86 лет она не знала, где сердце у нее находится. Почему? Труд. Лежащий, больной, мать, мы не знали. Декретного отпуска, даже на ущаса нету. Там на производстве рожали. Если родила, благополучно. Декреты давали тогда три дня. Все. Через три дня надо же выйти на работу, работать, мешки носить. Вот это я знаю по моей маме. И что они делали? И все здоровы. Ни одной пилюльки нигде в доме не было. Отец инвалид войны. Его заставили взять. Поехал когда в район, там комиссия была, руки нету. И он пришел, думаю, порошки одной рукой. Ну, помогаем ему, раскрываем. Белый, этот хороший, ну, стакан. Все порошки какие дали, он их в один стакан. А этот открыл черный, этот как порох, это вредный. Выбросил. Замесил водой, выпил. Это, может, давали на полгода им или еще. Ну, за раз их. Выпил, и все. Откажется, пошел. Но самое главное, его врачиха удивило, дает ему ягоды шиповник. Он говорит, да я их с сумками сработал. А ты, отец, найди их, где они сейчас? Сейчас, говорит, нету под снегом. Вот тут и оно. Поэтому завариваю чай с шиповником. Так что, Владимир Юрьевич, я вам не просто полагаю, я вам говорю опыт. Не надо это лежать. У меня сделали операцию, операция не грудная была, там аппезиция. Уже, оно, кажется, на четвертый день я приволокся домой. Сидел на щурке и колол дрова. Не колол, а эти стрески рубил. А когда сделали на позвоночнике, это тоже операция. Вот это тяжелое. Но самое тяжелое еще было, тяжелейшее. Вот. Сразу вращаю. Увидел один вот такая коляска, ходишь вот так вот вокруг тебя. Видишь, ты ходишь потихоньку. Врач мне явил. Мужик, ты эту бричку брось. Ты наращивай мускулы, чтобы корсет был мускулистый. Я сразу попросился в спортзал, начало помаленьку. Я уже ушел. А которые впереди мне операцию делали, лежали на раскоряку. Так и лежат, вот так раком надо стоять. Врачи сказали, главное не сидеть. Лежа или стоя. Меня прокинули в ванну в лагере на стол. И я стоя ел. А сюда везли, привезли травы. На бричке меня встретили, а около вокзала я тут сошел. Лег, метр увезли. Ночь, помню, была, кажется, луна. И дети лагерь весь встречались. Это удивительное дело. И все. За мной следили, что меня ничего не хватало. Больше там 2 килограмм. А сейчас 2 килограмм его даже провести. То есть, не надо поддаваться. Я не болею. Небольшая немощь, но вину не подам. Что это такое? Ни один ваххабит на это не пойдет, чтобы болеть. Видишь, какие он сидят. Вы молитесь крепче о дяде Вове-то. А то дядя Вова умрет, и будет теперь дядя Вова мы с тобой. Прилевать последний бой. Это поют-то дефирамбы местному президенту. Ну что, сейчас поедаешь, поедешь с нами? Ну, попробовать можно. А? Можно попробовать. Не пробовать, работать. Будешь вязать, верешь, я тебе покажу там. Отдельно. Шляпу возьми, Надежда Васильевна. Она, правда, провалится тебе до глаз. Ну, как-нибудь маленькая. Стас готовит все. Поедим раньше. Надо грузить все, что я там приготовил. И за бульдозеристом. Он берет 2-3 канистры и уезжает. А, ну, должен приехать заправить тогда. У нас работа. Нас ждут. А нас тоскуют. Караси. Так ребятишек тоже возьмете, что ли? Что она? Она говорит, меня тоже возьмете, что ли? Ребятишек. А нам зачем этот балласт? Его наоборот. Ребятишек тоже возьмете. Ребятишки там и будут. Это запомнится нам всю жизнь. Как что делается? Купаться будут. Любачить. Знаешь? О! А тебя-то зачем это нужно? О! Я тебе возьму колорадских жуков. Вы не вредите. Так, за стол надо. Володя допроситься. Да я еще завтра не готов. Я сейчас отойду кошек кормить. Шесть дней еще нет. Я говорю, а ты в это время ломишь. Мне голубей накормить надо собачку. Шесть кошек. Вот. С вами, я думаю, все. Я вас отпускаю. Совершенно здорово. Вы пришли на прием курачу. Посмотри, у него же улыбка играет. Он разговаривал. Не соглашайся на то, что болеть и умирать. Никак. Скажи, я нужен, Господи. Оставь меня. Я еще не справился. И сейчас составил руки, опустил. Чтобы руки все время работали. Вот она у меня живет. Так, убери. Она меня лежащим не видела. И так? Был один случай, когда сердцем у тебя приступ был. А приступов никогда и не было. На чем опадуешь? Не стучало даже сердце. Никогда не было приступов никаких. Это у меня приступы. У тебя сердце. Если я упал с крыши. Или там руки замороженные. 43 градуса стеклить железным рамам. Фонари называются над промышленными цехами. Какое-то. Нельзя будет давиться. Сейчас будет давить свое. Так, иди-ка в другую комнату. С тобой уже не поговорить. Сорвалась. Иди, Володя, помогай быстренько. Сидишь. Иди. Я сказал, не шевелиться. Послушание-то тоже аховое. Вперед. Вот она пошла. Возьмите меня с собой. Отпустите в том на свадьбу. Я говорю, как раз ему не хватало, чтобы они задумывались о смерти. Молодожены. Лучший агитата за смерть. Посидор Пилосевод говорит, чем строже человек обращается в мужчина с женщиной, тем больше она к нему привязана. Она понимает. Это скала. Успевать надо. Так, ребята. Хлопушки надо найти. Букпы или колотить. У меня все. Вопросы ко мне? Нет. Нету. Порядок. И не придуряйся больше. Лег, растянулся на 2 метра. Это не годится. Что вы не могли поднять, дядя Гогут? Ну, нам не говорили. Ну, ребята, все. Я открываю все эти шторки. Так, постой. О, смотри. Площа у вас закрыта. Все, замечательно. Открыто. Тихоньку. И уронили еще там. Тут очень опасно. Потихоньку. Потяник себе. Так, ребята, давайте, готовьте. Собирайте. Спасибо.